Приветствую вас, если говорить о лечении, то здесь лично я вам не подскажу, потому что психологи лечением не занимаются. А вот разобраться в том, почему вас влечет к актерам, к людям недоступным вам, скорее всего, очень важно. Зачастую подобная позиция связана с тем, что человек боится отношений, считает себя недостойным отношений, воспринимает отношения как своего рода боль, как своего рода опасность, как своего рода какую-то, может быть, сложность. И отчасти именно поэтому, отчасти именно поэтому, и выбирает себе в качестве партнеров того, кто не может быть, собственно говоря, с ним. Ну, я имею ввиду, с человеком. То, что вы выбираете актеров для своей любви, для своей симпатии, косвенно свидетельствует еще и о том, что вы находитесь в некой отстраненности или отдаленности от своего окружения, людей, которые вокруг вас. Вас не интересуют ваши ровесники, вас не интересуют ваши друзья, ваши знакомые, вас это все не интересует. Но интересует вас немножко другое, а именно то, что недоступно. И здесь, мне кажется, важно понимать, что с этим связано, почему так происходит. И разобраться с этим необходимо так, чтобы вам было понятно, чтобы вам было комфортно и вам было естественно. Потому что за этим влечением к партнерам, которые не являются для вас доступными, за этим влечением, выражать некоторые, ваши потребности, некоторые ваши чувства, некоторые ваши эмоции, которых сейчас вы, возможно, даже не осознаете. Ну, в том, чтобы вам помочь их осознать, я полагаю, и есть наша задача. Я имею ввиду задачу психологов. Конечно же. Вот то, что я могу вам выделить непосредственно, опираясь на то, что вы до нас донесли. Конечно, есть некоторые нюансы здесь. Конечно, у ситуаций, у ваших ситуаций могут быть свои основания. Основания не всегда понятны нам. Основания не всегда очевидны. Но наша задача с ними разобраться. Так что нет ничего плохого в том, что вы чувствуете и что вы ощущаете. Здорово, что вы об этом говорите. Было бы гораздо хуже, если бы вы об этом не говорили. Потому что в таком случае вы бы, получается, держали бы это в себе, а это на пользу никому не идет. Вопрос заключается в том, что вы с этим теперь дальше делали. То есть, грубо говоря, если вы понимаете, что за подобным поведением что-то ставите, если вы понимаете, что за подобными выборами что-то находится, то нужно это раскрывать. И раскрывать, конечно, ни в коем случае не подавляя и не леча, не исправляя. Раскрывать стоит, именно давая свободу вам. Стараясь дать эту свободу вам. А вот тогда и только тогда возникнет то, что в психологии называется инсайдом. Вот. Я думаю, примерно так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Что-то в мире, в окружении ваших вас напрягает и напрягает настолько, что вы предпочитаете от этого убежать, и не находите ничего лучшего, кроме как выбирать тех людей, которые от вас находятся неизмеримо далеко. Мне кажется, что так ваши чувства пытаются найти выход. Я не вижу в этом ничего плохого, просто хотел бы вам на это указать. Указать именно для того, чтобы вы лучше понимали, о чем идет речь. Чтобы вы лучше отдавали себе отсчет в том, что происходит. Вы не больны, но у вас есть потенциал в будущем иметь некоторые сложности. Сложности с построением отношений с мужчинами. Сложности с постановкой целей по жизни и задач. Сложности с каким-нибудь, может быть еще, например, вы будете растворяться в людях, которые вас привлекают. Так как сейчас это уже делаете. Наконец, ситуация может вкладываться так, что вы в этих людях, вот именно в этих людях, видите что-то свое. Может быть вам хочется быть актером, может быть у вас есть какое-то театральное свойство, театральный подход, может быть у вас есть. Может быть вы можете, хотите, умеете сделать что-то на, именно поприще актерству. Кто знает, но если так, то имеет смысл в этом направлении, конечно же, подумать. Потому что это может быть одной из причин, почему вы постоянно, ну грубо говоря, мечтаете и хотите быть с тем, кто вам не принадлежит. То есть тем, кто безмерно далеко от вас, безмерно, на безмерно далеком расстоянии находится. Я думаю, что именно таким может быть ответ вам, мне кажется, что именно таким может быть вам ответ. Но, конечно, конечно, возможно и какие-то другие варианты вашей ситуации, возможно какие-то другие аспекты вашей проблемы. О которых мы, например, пока что не знаем, но с радостью узнали бы, если бы вы нам позволили бы. Это понятно. Я думаю, что так. Не торопитесь записывать себя в больную. Если бы вы не больная, но помощь вам, наверное, все-таки надо. На этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удач. Г politicians подниму arrive я буду в качестве лучшего лайка. Продолжение следует...